В России, как известно, две беды, одна из которых – дороги. Беда общая – и водителей, и пешеходов. В связи с этим администрации города уделяется большое внимание ремонту и благоустройству дорог, чтобы избавить нас от этой напасти. Совсем недавно в ДРСУ был назначен новый руководитель, у которого мы поинтересовались тем, что делается сегодня и что планируется. Мы сейчас красим бордюр и очищаем проезжую часть по проспекту Минера. Вот сегодня сейчас ведутся работы. Не завершена работа на Садовом, Некрасово и Головашкино. Там завтра субботник будет, и мы завершим эти работы. Затем переходим в Южную часть. Улицу Октября будем чистить и выметать, и улицу Южную. В мае месяце планируется провести легкоатлетическую эстафету на призы Реутовской администрации и газеты Реут. Поэтому по этому маршруту улица Ленина, улица Лесная, улица Калинина, Комсомольская мы планируем провести ямочный ремонт, ну и почистить дорогу, подготовить для проведения этого эстафета. В общем, заканчиваем эти все дороги к мальским праздникам, к Пасхе, к 9 мая. Проведя своеобразный экскурс по городу, мы убедились, работы ведутся. По сведениям ГИБДД, значительная часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого качества дорожного покрытия. Поэтому в избежание этих и других проблем особое внимание уделяется проезжей части и ямочному ремонту дорог. Будем надеяться, что все дороги в нашем городе будут такими же, как вот это, гладкими и ровными. А люди, в должностные обязанности которых входит обеспечение качества дорожного покрытия, поберегут нервы пешеходов и семейный бюджет водителей. Более 300 лет назад началось регулярное почтовое сообщение. Появилась самостоятельная почтовая служба в России. Трудно переоценить роль почтовой службы России в многовековой истории нашего государства. Почтовая связь и сейчас является одним из важнейших видов общения, без которого невозможно существование любого цивилизованного общества. Отрадно отметить, что в сложных условиях формирования рыночной экономики почтовая связь сохранила свою работоспособность, а работники почты настойчиво ищут пути расширения рынка почтовых услуг в существующей экономической ситуации, тем самым укрепляя позиции на рынке услуг. С наступлением третьего тысячелетия эпохи космоса и универсальных технологий почтовая служба начала меняться. Хотя работники почты до сих пор трудятся, не покладая рук и не жалея ног, все так же разносят письма, телеграммы, отправляют и получают посылки и бандероли. За прошедшие 300 лет типаж почтальона остался прежним. О буднях и просто о работе почтальонов мы решили узнать у самого старейшего почтальона нашего города Карауловой Антонины Егоровны. Антонина Егоровна работает в почтовой службе уже 39 лет. Свой трудовой путь она начала упаковщицей в поселке Северный. Последние 33 года работает в нашем славном городе и с 1988 года является заместительным начальником почты. Сначала начала с упаковки, потому что у меня был ребеночек маленький, с упаковки, потом оператором, потом замом, начальником. Потом открывала 5-е отделение Риутова. Антонина Егоровна рассказала также и о том, что раньше, а это 10 лет назад, почтовое отделение номер 8 ежедневно разносило жителям своего участка более тысячи газет и чуть меньше журналов. Сейчас же на 25 домов приходится всего около 100 печатных изданий. Связано это с тем, что цены на газеты и журналы растут не с каждым годом, а с каждым днем. Да и с почтовыми ящиками в домах дела обстоят очень плохо. Слишком много хулиганов. Мы же спешим обрадовать вас, уважаемые риутовчане, что скоро управление узла связи совместно с администрацией города пока в некоторых, а потом и во всех домах города будут устанавливать антивандальные почтовые ящики. Может быть, тогда жители начнут выписывать больше газет и журналов. В завершении нашей беседы Антонина Егоровна на вопрос о том, сможет ли интернет как средство связи вытеснить почту с рынка услуг, ответила. Да я думаю, нет. Я думаю, нет. Во-первых, здесь сейчас посылают посылки. Как можно послать посылку? Ценные бандероли. Это только можно переводы послать. Пожелаем же почтовой службе и ее сотрудникам здоровья, и чтобы они никогда не оставались безработаны. Только за последний год на территории нашего города произошло около 20 пожаров и 50 аварий систем отопления. При этом ущерб, нанесенный жителям, исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей. Большинство наших домов, построенных 30-40 лет назад, стали зоной повышенного риска для живущих в них людей. Ветшают сами здания, изнашиваются коммуникации, на плановый капитальный ремонт которых требуются миллионы рублей. В результате ежегодно на ликвидацию последствий разного рода аварий и возмещение ущерба пострадавшим горожанам город теряет огромные средства. Правда, размер этих выблат не может в полной мере компенсировать серьезные потери. Расчет идет из самых дешевых материалов и в среднем составляет 4 тысячи рублей. На тот случай, если компенсационная сумма не покрывает всех затрат на ремонт, а иногда и покупку всей пострадавшей утвари, существует страхование жилья. Гражданам это дает возможность при разумных затратах на страховку получить достаточно серьезное страховое возмещение, полностью покрывающее ущерб. Страховое возмещение гарантируется от таких видов ущерба, как аварии внутреннего водостока, водопроводных, отопительных и канализационных систем, от пожара и проникновения воды в результате тушения. В советское время существовала система обязательного страхования жилья. Это было противопожарной мерой для того, чтобы ни один человек не остался без крыши над головой и находился под защитой государства. Страховые агенты, ходившие по квартирам при согласии жильца, могли застраховать все, начиная со стен и заканчивая вилкой. Сейчас же обязательного страхования нет. Все осуществляется в добровольном порядке. На сегодняшний день в городе работают несколько страховых компаний. Если вы решились застраховать свою квартиру, дом или же иное имущество, главное не ошибиться при выборе страховой организации. Компания должна получать прибыль, это понятно, все это, конечно, но должна защищать в первую очередь, если договор о страховании заключен гражданином, эта компания должна его защищать. Она должна в договоре указать, что она у него застрахована, куда в наступлении случая он должен подойти обязательно, в какие сроки он что получит, то есть полностью в договоре расписать на понятном языке клиенту, что он должен сделать, то есть чтобы не было потом неопределенности в отношениях при уже наступившем страховом событии. Актуальность данного вопроса очевидна. Как нам стало известно, руководством ПТУ городского хозяйства разрабатывается новая программа страхования жилья. Вполне возможно, уже к концу года каждый житель города будет чувствовать себя более защищенным, имея на руках так называемое поле страхования. 19 апреля в школе номер 3 прошел общегородской конкурс юных инспекторов безопасности дорожного движения. Участвовали в нем все учащиеся пятых и шестых классов школ нашего города. Организаторами данного конкурса выступили Управление образования Реутовой и отдел пропаганды и агитации безопасности дорожного движения Балашихинского ГИБД. Мазалов Алексей, 12 лет, капитан команды. В этом году он впервые сел на переднее сидение автомобиля и не забыл пристегнуться ремнем безопасности. Конкурс игра проводился в четыре этапа. Вначале – смотр агитбригад. Здесь каждая команда представляла свою визитную карточку. Затем – состязание по знанию правил дорожного движения и медицинской подготовки. Завершающий этап игры – конкурс «Безопасное колесо». Вот где ребята могли показать умение не просто ездить на велосипеде и объезжать все препятствия, встречающиеся на своем пути. Нет необходимости говорить о том, насколько важны данные мероприятия, заставляющие детей лишний раз вспомнить о правилах дорожного движения и безопасном поведении на улице. Чем больше проводим мы таких профилактических мероприятий, тем больше наши дети становятся дисциплинированно. Например, в 2001 году в нашем районе, Балашихинском, пострадало 23 ребенка, и двое детей погибло. Это в 2000 году. А в 2001 году, например, уже один ребенок погиб, а 14 детей пострадало. В этом году пострадало только 4 ребенка. Кстати, в Реутово не пострадало ни одного ребенка за три месяца. Только в Балашихе и в железнодорожном подводнике и пострадало. Лучшей по итогам конкурса стала команда из третьей школы. Второе место получила команда школы номер 4. И третье место заняла команда из школы номер 7. Как показал этот конкурс, школьники хорошо знают правила дорожного движения. И данные мероприятия очень помогают профилактике детского травматизма на дорогах. В октябре прошлого года новостройка по адресу Ашхабадская, дом 33, была сдана госкомиссией. И уже к концу декабря началось заселение, которое продолжается и по сей день. Кто-то делает ремонт, а кто-то уже отметил новоселье. Однако до сих пор до конца непонятно, кто же отвечает за дом и его жителей. Пока дом не передан в эксплуатацию ПТУ городского хозяйства, жильцам просто некуда и некому обратиться со своими коммунальными проблемами, которых довольно много. Например, с октября прошлого года жители были вынуждены пешком подниматься на 17 этаж, так как лифт пустили только в марте. Если лифт не работает, идем пешком. На каком этаже? На 16 этаж шла пешком. Пешком, с остановками, с несколькими. Говорят, это полезно. Несмотря на то, что городской совет согласен принять новостройку на баланс, и главой города подписано соответствующее постановление, пока что дом остается на балансе застройщика фирмы «Сова Холдинг». За разъяснением ситуации мы обратились к сотрудникам фирмы. Но они наотрез отказались давать нам интервью. На вопрос же, почему так долго не работал лифт, ответили обвинением в адрес жильцов дома. Мол, те, не успев заселиться, уже успели несколько раз сломать лифт и домофон. Если нужно было поднять тяжелую вещь, то вначале здесь были, которые еще рабочие занимались лифтом, то они поднимали за 100, потом за 200, когда он начал уже больше груз поднимать, то они поднимали за 200 рублей. Когда эти рабочие ушли, то уже кто-то из... давали телефон определенному товарищу, то ему звонишь, договариваешься с ним, и тоже за деньги поднимали груз. Бухгалтер фирмы заверила, что они готовят необходимые документы для передачи дома на баланс ПТУ городского хозяйства. А так как это весьма сложная финансово-экономическая операция, то она не может быть осуществлена в считанные дни и, следственно, требует затрат и времени. Однако до конца непонятно, либо у фирмы «Сова Холдинг» не хватает средств, либо ее сотрудники просто не экономят своего времени, так как в ПТУ городского хозяйства до сих пор никаких документов не передано. Жителям же остается только ждать, как они ждали ремонта лифта, и когда-нибудь дом передадут в эксплуатацию ПТУ, которое и позаботится о его жильцах. 10 апреля в гимназии города Ревутова состоялась научно-практическая конференция по основополагающим проблемам гуманитарных и естественно-математических наук, в которой приняли участие учащиеся 7-11 классов. Поскольку в последнее время приоритетное направление получило создание элитарных образовательных учреждений с целью интеллектуального развития личности, в гимназии создано научно-практическое общество, в котором по разным направлениям занимается 15 человек, и как итог, публикации в различных научных журналах. На конференции присутствовали представители различных вузов, медицинских учреждений города, творческая интеллигенция. Я думаю, что для детей сегодня это не просто сдача экзамена по какому-то предмету, но это и экзамен публичного выступления. Это, наверное, тоже очень важно, потому что мы не просто должны дать детям определенные знания по физике, истории, литературе, биологии, все предметы важны, но мы должны и научить их еще нести эти знания по жизни, уметь их применить и уметь о них сказать. Это не просто доклады и не просто статьи, это глубокие научно-исследовательские работы и проекты детей. И я уверена, что на сегодняшний день научное общество показало себя, и мы можем эти работы, наш журнал научно-публицистический, отдать уже городу для дальнейшей работы. Участники конференции сделали сообщение по темам, затрагивающие иностранные языки, литературу, физику, географию, биологию. Репла и the Lord said «Well, it will cost you an arm and a leg». «Гмм», Адам said «What can I get for a reef?» Это переводится так. Адам говорит «Боже, мне нужен друг, который будет со мной в радости и печали». В ответ Бог говорит «Хорошо, но это будет стоить тебе руки и ноги». «Гмм», говорит Адам «А что я получу за свое ребро?» Послушав семиклассника, издавшего поэтический альманах, где стихи переведены с английского на русский язык, невольно приходишь к выводу поколение 21 века, твердо усвоив слова бельгийского критика Эмилика Маэрта, есть два способа вырваться из стен здравого смысла, либо выбить окна, либо опрокинуть вверх дном всю мебель, сделает переворот науки, прославив не только свой город, но и отечество. 23 апреля в молодежном центре состоялась встреча участников ликвидации чернобыльской аварии с представителями администрации города. Перед собравшимися выступила Вера Борисовна Тренкунас, которая еще раз подчеркнула, что в нашем городе много ликвидаторов, есть переселенцы. 75 человек состоит на учете в Комитете социальной защиты. Закон оберегает чернобыльцев. И хотя льгот недостаточно, государство в неоплатном долгу перед людьми, которые защитили нас от ядерной катастрофы. Мы чтим тех, которые погибли во время работы на Чернобыльской АЭС. И слава Богу, что остались жить те, которые называются словом ликвидаторы. Ликвидаторы – это те, которые ликвидировали все то, что там происходило. Вот этим людям особый поклон. Когда произошла катастрофа, страшнейшая катастрофа 20 века, прецедента не было, многие страны Европы стали сворачивать свои ядерные программы. За исключением Франции. Так как у нее есть около 70% всей энергетики – это ядерная энергетика. Не только из нашей страны сейчас делают свалку. Был затронут вопрос о воссоздании организации чернобыльцев в нашем городе, которая в 2000 году прекратила свое существование. По окончанию встречи Риутовский муниципальный драматический театр подарил всем спектакль «Женитьба Белугина». Такие акции важны еще и потому, что люди, которые, несмотря на проблемы и не совсем хорошее здоровье, сплачиваются воедино. А вместе, при поддержке администрации города, они смогут преодолеть ситуацию. Территория России началась всеобщая дистанциализация детей. Знают ли об этом родители? И делают ли уже что-нибудь врачи? Мы решили поинтересоваться в городской детской поликлинике. Вы в курсе, что на территории России началась дистанциализация детей? Да, слышали. У нас в Рио кто-нибудь проводит мероприятие? Ну, в принципе, в нашей поликлинике конкретно плановое обследование детей каждый год. Мы сейчас идем от окулиста. Девочке два годика исполнилось, мальчику четыре годика. На пятницу записались в хирургу. Запись в пятницу на будущую неделю будет пройти всех специалистов. Я слышала об этом. У нас в поликлинике что-нибудь уже ведется? Не знаю. В поликлинике я не слышала. Никаких объявлений пока ничего не было. Я не видела. Как театр начинается с вешалки, так поликлиника с регистратуры. Поэтому в первую очередь планируется заменить многочисленные карточки на специальные учетные формы, которые будут занесены в компьютер, что значительно облегчит доступ к информации. Во время диспансеризации будет проводиться осмотр детей в детских учреждениях, домашних детей. Будет проведена летняя оздоровительная кампания. То есть перед тем, как получить путевку, нужно будет обязательно пройти осмотр специалистов, таких как эндокринолог, ортопед, психолог, педагог, логопед, нефролог и так далее. А также сдать все клинические анализы. Охвачены будут все дети и совершенно бесплатно. Специалисты, которые смотрят здесь и которые предполагаются, что они будут смотреть по новому приказу Минздрава России о всеобщей диспансеризации детского населения, у нас в поликлинике есть. Ввели памятники, сделали, разработали детям, которых необходимо специалистов пройти, каких специалистов необходимо пройти для поступления в школу и при поступлении в детские сады. Формы мы заказали новые, которые нам приписывают, заполнять, конечно, колоссальная работа, колоссальная работа. Это 10 тысяч где-то только родных жителей города Ревутова, не включая суда тех, кто сейчас временно здесь зарегистрирован, прикреплен к поликлинику. Когда форумы придут, я думаю, надеюсь, что через неделю, с мая месяца, жалко, что там праздников очень много, начнем работать по этому приказу новому и ежемесячно будем отчитываться в управлении здравоохранения. Итак, начало положено. Учетные карты в типографии заказаны. Педиатры по получению их пригласят детей посетить поликлинику. А полученная полная информация о здоровье подрастающего поколения поможет вовремя предотвратить развитие тех или иных заболеваний. И мы сможем быть спокойны за здоровье своих детей, так как вовремя выявленная болезнь – залог успеха в лечении. Еще лет 10 тому назад вытрезвители боялись не за трехрублевого штрафа, а за опасность получить на работу телегу с полным описанием пьяных подвигов. И тогда прощая прогрессивка, путевка на курорт и продвижение очереди на жилье. Сегодня все это в большинстве своем исчезло. И работа метротрезвителей напоминает больше борьбу за существование в условиях всеобщей ненужности. Советскими временами канула в лету отлаженная система учреждений, занимающихся как срочным, так и долговременным приведением в чувство любителей сильно выпить и мало закусить. Если про лечебно-трудовые профилактории сегодня никто без смеха не вспоминает, то медицинские отрезвители еще борются за трезвый образ жизни. Те, кто там ни разу не бывал, могут радоваться. Те, кто был хотя бы раз, есть что вспомнить. На общем фоне сначала советская, а теперь российская система внутреннего контроля за населением, пункты принудительного протрезвления стоят особняком. Согласно российскому законодательству, распитие спиртных напитков, равно как и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, административно наказуемые деяния. О том, как сегодня работают метротрезвители и в чем заключается их работа, мы узнали у начальника вотрезвителя города Железнодорожный Прокопенко Тамары Сергеевны. Все, кто много пьет и мало закусывает. Кроме несовершеннолетних, мы должны, если он сказал, еле-еле через губу переплюнул, мне нету 17 или 18, мы должны обязательно сообщить детским работникам в отдел внутренних дел, или, если он так скажет, мы должны его отвезти домой. Заработной платой трезвителей государство особо не балует, и составляет она ни много ни мало вместе с губернаторскими 3000 рублей в месяц. А служба у работников-отрезвителей очень ответственная. Клиенты попадаются самые разные. Депутаты, которые имеют неприкосновенность, и у них при себе имеется, значит, какой-то документ свой, вот, они, значит, мы должны в органы сообщаться, где они работают, или где они служат, чтобы комендатурный военный человек и комендатурный должен забирать. Медицинский вытрезвитель города Железнодорожного занимает по Московской области шестое место. Для справки отметим, что на 7 миллионов жителей области приходится всего 44 медицинских учреждений отрезвления, а выпивает область лицензионной алкогольной продукции около 100 миллионов литров в год. Удалось нам увидеть и как оформляют клиентов. Презентабельный, но очень пьяный инкассатор Центрального банка России был подобран на станции Кучино и для приведения в порядок и надлежащий вид доставлен до места отрезвления. Вот сейчас фельдшер его осмотрит, нет ли у него ран, не побит ли он. Как вы чувствуете? Нормально. Нормально? Как вас зовут? Как вас зовут? Молодой человек. Андрей. Андрей. В каком городе вы проживаете? В Железке. В Железке? Да. Железнодорожный город. А улица какая? Улица какая? Андрюша, проснись. Ну а чего? Вы были уже здесь, да? Конечно, были. Держим. А, да, да. Сейчас, давай, представим. Не будем. Попроб. Даем. Эру. Молодцы. Давай, быстренько. Давай, быстренько. Дай, быстренько. Дай, быстренько. Дай, быстренько. Бывает по 25-30 человек в день. Дай, быстренько, что ли? Дай, быстренько. Все. Я выжжу, я не знаю. Чечен, Чечен. Тут все Чечен. Водка государства в борьбе за здоровье нации, естественно, не окажет никакой помощи. А сухой закон нанесет огромный урон экономике страны. Из этого замкнутого круга есть выход. Просто нам, всем, надо знать меру и ценить свое здоровье. Тридцать лет назад в нашем городе на базе дома пионеров была основана музыкально-хоровая студия «Радуга». Постепенно коллектив увеличивался, и в предоставленном им помещении стало тесно. Студии пришлось переехать в 1978 году в школу номер два, которая тоже оказалась не последним местом пребывания коллектива. Дальше школа номер шесть – вечерняя школа. И, наконец, в 1996 году администрацией города студии было выделено отдельное помещение в детском саду, номер 20 по улице Котовского. Вот уже 18 лет возглавляет коллектив заслуженный работник образования Московской области Татьяна Шаврация. Постепенно сложился коллектив педагогов, была разработана учебная программа, составлен учебный план. В программе музыкальной студии все предметы. Начиная от общего фортепиано и заканчивая дирижированием. Сейчас в студии занимается около 200 ребят. Главные артисты хора – дети от трех лет до 18. Влечение к музыке с самого детства. Я любила петь, слушать музыку. Ну и мама меня взяла за руку и привела. Мой преподаватель по фортепиано – Халатова Татьяна Владимировна. Я ее очень люблю, хотя иногда даже очень сильно расстраиваю. Ну, наш хормейстер Тамара Николаевна тоже научила нас петь. Но сейчас большая часть учителей нет, которая нас учила. Хотелось бы сказать им большое спасибо за то, что они вырастили нашу «Радугу» столько лет. 30 лет – это все-таки немало. Ежегодно хоровая студия «Радуга» принимает участие в различных конкурсах и фестивалях, где не раз становилась лауреатом. В 1996 году стала победителем смотра конкурса, посвященного 850-летию Москвы. В 2001 году – лауреатом областного конкурса хоровых коллективов в рамках фестиваля «Венок славы». А в этом году хоровая студия стала дипломантом первого московского международного конкурса фестиваля «Лирика России». Мы подали заявку и видеокассету на участие в конкурсе, который проводит Министерство образования России. Это Всероссийское творческое ассамблее «Адрес детства России». Результаты будут, прошли мы на второй тур, будут весны только в конце мая. 24 апреля в молодежном центре детская музыкально-хоровая студия «Радуга» отметила свой день рождения. В зале собрались гости, дети и их родители. Поздравляем школы! «Радуга». Я желаю счастья, здоровья, чтобы всегда была такой хорошей. Торжественный вечер открыла Татьяна Шавраце. Она рассказала о пройденном за 30 лет пути и о традициях. Студия «Радуга» гордится своими выпускниками, многие из которых связали свою жизнь с музыкой, работают педагогами. От детства остались самые прекрасные воспоминания о том, чему учили в этих стенах. Благодаря педагогам, которые здесь работали, которые заражали своей любовью к музыке, любовью к детям, захотелось тоже как бы прийти в этот коллектив и работать в нем потом. После краткого экскурса по 30-летней истории студии, дети показывали, чему их научили педагоги, а гости дарили цветы и подарки. Я бы хотел, чтобы в стенах вашей школы был символ этой вечной юности, этот очень-очень старый цветок. И чтобы этот цветок, чтобы эта травка напоминала вам о взаимосвязи, преемственности, о дружбе, о солидарности и, конечно, о любви. Много добрых слов было сказано в адрес педагогов. Прозвучали слова благодарности за их доброту и любовь к детям. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем хоровой студии «Радуга» процветания и успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова